В последнее время все больше и больше разговоров про Российскую партию свободы и справедливости. Вообще-то сначала мне это показалось совсем нелепой историей, потому что была абсолютно спойлерская организация КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости, которую политтехнолог Рыков, кстати говоря, достаточно известный персонаж, неплохо профессионально поработавший, создавший в свое время очень недурной канал Russia.ru, видеоканал, где, кстати говоря, в том числе и я был среди многочисленных людей, которых они интервьюировали. И вот политтехнолог Рыков решает вдруг переименовать КПСС в Российскую партию свободы и справедливости. Тоже, на мой взгляд, организацию с явными спойлерскими потенциями, но немножко менее явно ориентируя на то, чтобы конкретно быть спойлером именно точно КПРФ. Затем, внезапно, Максим Шевченко, тоже известный журналист, кстати говоря, не раз появлявшийся у нас на Рабкоре, заявляет, что он прекращает официальные отношения с КПРФ, с которыми он довольно долго работал и был, между прочим, депутатом и дарпредседателем фракции во Владимирском собрании от КПРФ, и переходит главой списка в эту самую Российскую партию свободы и справедливости. И опять же, на первых порах к этому отнеслись, с одной стороны, иронично, с другой стороны, раздраженно. Потому что, в общем, конечно, такой кульбит, ну, мягко скажем, не вызывает одобрения. Но дальше возникают гораздо более интересные вопросы. Потому что туда, в эту партию, начинают приманивать разных, достаточно известных людей, как правило, обиженных или недовольных. Недовольных и обиженных из разных партий. С одной стороны, Ройзман, бывший мэр, как мы знаем, Екатеринбурга, который всегда, в общем-то, был связан с Яблоком и, кстати, никогда не был, ну, никаким боком левым, вдруг начинают вести переговоры о том, что он от этой партии будет баллотироваться от РПСС, потому что он обижен на Яблоко. Ну, понятно, кстати, на Яблоко он обижен, потому что Явлинский занял действительно абсолютно скандальную позицию с нападками на Навального, причем начал эти нападки в тот момент, когда Навальный оказался за решеткой. В общем-то, ну, мягко скажем, неэтичное поведение. Дальше Елена Шувалова, исключенная из фракции и из партии КПРФ, но известная, в общем-то, женщина, харизматичный тоже депутат Московской городской думы, она не случайно боролась в одиночку, в общем-то, с единороссами на протяжении нескольких лет предыдущего созыва, тоже объявляет о том, что именно она будет первым номером в Москве по вот этому списку РПСС. То есть, иными словами, собирается список достаточно заметных, привлекательных, харизматичных, в то же время обиженных и в то же самое время принципиально некомандных людей. В любом случае, мы увидели, что целый ряд людей стали относиться к этому начинанию уже иначе, и более серьезно, и иногда даже я вижу нотки энтузиазма. Но, честно говоря, признаюсь, что даже при том, что я не хочу ни с кем враждовать, я не хочу ничего плохого говорить о Максиме Шевченко, по-прежнему я остаюсь крайне скептического, чтобы не сказать негативного мнения об этом проекте. Отвечу почему. Проблема в том, что любая партия должна строиться снизу, через низовые организации, через реальное движение, по крайней мере, за счет объединения, но если не уже готовых организаций, то, по крайней мере, каких-то реально активистских сил. И построить партию через список, который как-то очень непонятно кем-то формируется и собирает разных людей просто по принципу их медийности или популярности, это может быть и неплохой электоральный ход, но это, конечно, не путь к созданию широкой левой партии. И, наконец, самое последнее, что здесь важно, мы должны прекрасно понимать, что в конечном счете выборы будут определяться одним или тем, как мы проголосуем. Времена, когда выборы зависели от голосов избирателей, ушли в прошлое вместе с голосованием на пеньках в 2020 году, и рубеж был совершенно четкий. Теперь решают не избиратели, решает администрация президента, и они напишут столько голосов, сколько нужно. Мы можем либо это принять, либо протестовать. Другого варианта у нас нет. И вот тогда возникает вопрос, на что рассчитывают организаторы РПСС? На то, что им отпишут нужное количество голосов, или на то, что они смогут потом организовать протест? Пока ответа у меня нет, но у меня есть большие сомнения.